С 4 по 6 ноября в городе и сельских округах пройдет цикл мероприятий, посвященных Дню Народного Единства. Для обеспечения правопорядка полиция переходит на усиленный режим работы. Маршруты патрульно-постовых нарядов будут приближены к местам проведения мероприятий. В местах проведения массовых мероприятий запланировано создание зон безопасности, исключающих возможность полковки транспорта вблизи мест массового скопления граждан, а также недопущение проезда автотранспорта к местам проведения мероприятий. В охране общественного правопорядка будет задействовано свыше 130 сотрудников полиции и представителей общественных формирований правоохранительной направленности. Этого достаточно у нас? У нас же мероприятия не только в городе проходят, а в округах где-то проходят. Конечно, 18 мероприятий, все просчитано. На особый контроль Юрий Поляков поручил поставить работу объектов жизнеобеспечения, а руководителям ресурсоснабжающих организаций рекомендовал сформировать резерв и в аварийных бригадах, и в ремонтных материалах. В первую очередь это касается энергетиков. Можно надеяться на то, что в эти дни не будет перебоя у населения с электроэнергией, потому что у нас дня не проходят, чтобы у нас где-то что-то не отключали. И если есть аварийные, то вы нам скажите, в течение какого времени вы будете устранять. Я понимаю, что можно и час, и два, можно и полдня устранять. То есть можно быть уверен, что в эти дни не будет никаких отключений. Исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ заверил, что резерв сформирован, а также составлен график дежурств. В случае отключения электроэнергии анапчане смогут обращаться по телефонам. Диспетчерская городских сетей 8-918-223-8708, 3-20-16 или 5-49-14. Диспетчерская районных сетей 8-800-100-15-52. Звонок бесплатный. Телефоны в управлении ЖКХ 8-861-33, 5-56-10 и 5-56-08. Продолжение следует...